итак давайте посмотрим первые настройки engage box нажимаем создать все кошки engage box у нас разграничены вот здесь по типам вот они все возможности которые дают разные возможности давайте по порядку изначально у нас выбран вот этот вариант 1 это заголовок давайте назовем окно 1 также текст то есть чтобы вы понимали где и чтобы отображаться поэтому вот в этом поле текст просто пишем какой-то текст текст один сделаю жирным его тип вот пока оставляем тот который по умолчанию нас стоит дальше включена дальше по этим вкладкам то есть соответственно включена оставляем включена page слайд я вам это покажу чтобы лучше было понятно показать заголовок оставляем показать тестовый режим смотрите если вы окно тестируйте сразу на рабочем сайте где у вас посетители каждый день заходит чтобы на какой-то странице так но не увидели они пока вы тестируете вы можете включить это в положение да и тогда это окно будут видеть только супер администраторы то есть вы и другие супер администраторы если таковы имеются на сайте дальше заметка ну чтобы понимать я наглядно покажу вам заметка и вот тот цвет о котором я говорил который просто пометка цвета то есть только для вас это не будет видно на сайте это только в админке здесь нельзя выбрать какой-то свой оттенок здесь вот есть вот представленные цвета есть прозрачный и вот представленные давайте возьмем первый желтый нажмем сохранить уже можно было бы посмотреть но мы наверно скорее всего ничего не видим потому что нужно еще назначить это окно на какую-то страницу давайте по порядку нас с вами здесь еще есть вкладки которые нам нужно рассмотреть переходим триггер здесь уже интересная позиция то есть где показываться окну и здесь все по-русски написано до вверх-лево вверх-право центр и так далее давайте оставим по умолчанию дальше . включение и здесь подсказки написано правда на английском языке мы все подряд с вами их разберем я предлагаю оставить как есть на загрузку страницы то есть страница загрузилась окно сразу показалось также задержка рассмотрим позже в миллисекундах чтобы окно появлялась задержкой вы наверное уже знаете что такие вот назойливые окна которые прямо в по центру всплывают люди не особо любят и это может влиять на поведенческий фактор соответственно здесь нужно очень аккуратно подходить с этим и окно скорее всего лучше показывать спустя там 15 секунд человек 15 секунд на сайте провел уже если он еще не ушел с вашего сайта можно показать ему так но здесь есть такой нюанс это нужно учитывать дальше лимит показов пока не трогаем рассмотрим позже по открытию закрыть все открытые боксы перед открытием этого здесь есть такое смотрите на одной странице может такое случится что вы разместили сразу несколько окон в разных местах они так всплыли да и вот есть возможность закрыть все открытые боксы которые например ранее были открыты перед открытием этого окна например это окно во всплывает задержкой и она всплыла и другие окна все закрылись я думаю мы наглядно с вами это посмотрим классная вещь куки вот представьте человек вам заходит на сайт он может к вам зайти один и тот же человек на сайт за ну то есть течение дня несколько раз вот представьте навязывать одно и то же окно одному человеку в день несколько раз ну нет смысла здесь конечно куки очень классно играют нам на руку мы можем выставить такое значение чтобы человек заходя к нам на сайт один и тот же он может на следующий день зайти смотря какая информация на всплывающем окне если эта информация всплывающем окне нужно показать одному тому же человеку только один раз в месяц то здесь мы можем это организовать чтобы не навязывать одну и ту же информацию одному тому же человеку чтобы он просто от нас не убежал поэтому здесь это очень крутая опция одно из моих любимых это анимация люблю я всякие эффекты эффект появления то есть можно задать каков с каким эффектом будет появляться всплывающее окно эффект исчезновения соответственно если мы по крестику нажимаем всплывающее окно окно закрывается также можно выбрать для этого действия анимацию это очень круто и также продолжительность миллисекундах продолжительность анимации auto close автоматическое закрытие через сколько миллисекунд можно выбрать также рассмотрим более детально позже сейчас нам нужно просто посмотреть первое наше всплывающее окно да как она у нас вообще покажется на нашем сайте на этой вкладке все переходим с вами внешний вид и так ширина эта ширина всплывающего окна по умолчанию 500 пикселей опять же если мы первый раз только щупаем этот компонент нам надо сначала увидеть его как она вообще выглядит на сайте прежде чем здесь что-то делать поэтому эти все опции ширина высота мы не трогаем отступа мы не трогаем цвет текста цвет фона выравнивание контента до тень это все классно здесь все круто мне очень нравится компонент все рассмотрим граница то есть граница всплывающего окна или по-другому рамка можно сплошная двойная пунктиром и так далее все можно здесь выбрать фоновое наложение то есть когда затемняется окно то есть можно включить и выбрать цвет это вообще просто круто изображение фона также можно выбрать обязательно все рассмотрим более детально сначала посмотрим как выглядит окно close button до скрыть кнопку закрытия также можно сделать так чтобы не был крестика закрыть тоже все это рассмотрим тип кнопки закрыть иконка изображения можно выбрать то есть саму сам крестик закрыть можно изображение по весь наши если нам это нужно дальше цвет тоже все рассмотрим цвет для размер шрифта задержка все это выстроим вот вкратце мы рассмотрели внешний вид более детально будем разбирать уже наглядно следующая вкладка привязка публикации это вот наверно одно из тех очень нужных настроек которые могут вам понадобиться если у вас многостраничный сайт и вы планируете на каждой странице там на каждой как в какой-то статье использовать то или иное окно чтобы сразу вас не нагружать давайте по порядку смотрите можно выбрать показывать окно для какой-то определенной страницы дальше отображать по дате и времени вашего сервера посетителей джумла то есть группа пользователей то есть например включаем и только для зарегистрированных показывать данное окно ставим галочку это просто нечто то есть очень тонко можно сделать вывод кому показывать данное окно посмотреть какой большой здесь список геопринадлежность содержимое джумла система интеграции то есть если включаем выбрать можно компонент если у нас какой-то уже компонент здесь есть для для какого компонента только будет это работать язык расширение и расширенные настройки покупкам по ip адресам да очень 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 гибко я даже сам не весь этот мощь всю мощь функционала даже не использовал но большинство использовал также то есть смотрите вот например включить или исключить наоборот там для каких-то страниц то есть смотрите включаем соответственно у меня джумла чистое новое соответственно как обычно по умолчанию только home главная страница у нас существует поэтому здесь списке больше страницы нет помечаем галочкой например холл представьте у нас есть несколько страниц и только для главной страницы нам нужно показать данное всплывающее окно соответственно галочку ставим для home также здесь можно подключить еще дополнительный урок но не будем сразу нагружаться да давайте по порядку сохранимся назначили это всплывающее окно для главное и есть у нас еще дополнительная вкладка расширенные но уже более такая для продвинутых да где можно прописать дополнительный код дополнительный сс и дополнительные возможности по умолчанию стоят принципе здесь пока не вникаем оставляем это окно без изменений и так давайте посмотрим сохранить закрыть во первых вот здесь будет вот так вот выглядит список всех окон то есть и когда будет много будет такой список вот вы видите память помечена цветом помните писал заметка вот здесь будет заметка то есть это для вас как-то помечает заметками если вы забыли что потом в каждое окно не заходить и смотреть что это за окно можно сразу помечать заметками а эта заметка будет вам сразу говорить да поверьте мне вот точно вам из опыта говорю у меня более 20 там был окон иногда нужно было быстро сориентироваться где какое окно если не был бы заметок приходилось бы в каждое окно заходить и смотреть на какой странице и зачем она у меня вообще на сайте вот точно вам говорю или если вы хорошо по цветам ориентируйтесь по цветам тоже очень круто вот видите желтый цвет, можно ориентироваться. Но тут, к сожалению, цветов не так уж и много. Дальше здесь, видите, есть галочка «Можно в корзину» и очень удобно дублировать. У меня такое было, что мне надо было все продублировать и внести какие-то правки, чтобы эти окна отличались. Я очень часто дублировал, то есть это очень сокращает время работы, чтобы нам не создавать с нуля новое всплывающее окно. Соответственно, также можно галочкой здесь в корзину, экспортировать даже можно это всплывающее окно и импортировать на на другой сайт такой же с этим же компонентом именно это окно прямо вот закинуть его как она есть настройками представляете то есть вот представьте вы тут работали работали окно настраивали по всякому и у вас есть еще один сайт с этим компонентом вы отсюда экспортируете это окно только окно и интегрируйте его закидывайте так сказать в engage box на другом сайте это очень круто здесь также показан тип кастом до который мы с вами выбрали и вот это тоже показы это когда мы будут посетители на сайте здесь будет видно сейчас имеет 0 показов понятное дело и давайте посмотрим на сайте я кликаю по ссылке engage box перехожу на сайт все тут же видите вот она внизу окно появилось то есть сразу визуально мы что видим зеленая большая рамка крестик закрыть фон белый тот текст который мы писали этот заголовок тоже показывается вот теперь давайте разбирать это окно да что нам здесь не нужно например заголовок не нужен нужен только контент здесь какой-то сейчас я вам все покажу то есть вот по крестику она закрывается обновляем показывается вот опять к вопросу о том чтобы не навязывать всплывающие окна возможно вам у вас и будет такая ситуация что неважно пускай окно всплывает всем подряд после по каждой перезагрузки страницы и на ваше усмотрение это ваши уже дела то вот она уже такое есть обновляем вот она всплывает причем здесь в углу кстати это окно но не навязчиво до его видно но но не навязчиво и сразу вам хочу показать по поводу привязки потому что это очень интересно это очень важно вы смотрите давайте создадим еще одну страницу просто зайду в холм и сделаю создать копию чтобы быстрее пускай это будет страница тест сразу включить сохранить закрыть все страница готова переходим еще раз на сайт обновляемся смотрите на главный окно присутствует перехожу в тест окна нет видите вот о чем я говорил привязка идет пока к одной странице также каждой статье вот именно статья или пост на сайте сего блок ведете также можно индивидуально прямо кстати привязать то есть когда вы заходите в разворот статьи то есть не анонс статьи где у вас ряд статей до в категории а прям в каждую внутрь в статью можно привязать отдельное окно всплывающие с вашей информацией это очень круто то есть вот вы видите здесь нет в холм окно всплывает давайте теперь детально разбирать всплывающее окно